Эрих Ири Прико является военнослужащим эстонских сил обороны и недавно дислоцировался с подразделением у берегов озера Верцьярф. Именно там на прошлой неделе Прико решил отправиться в лес в поисках, как он выразился, альтернативной ванной. «Я услышал смешные голоса, которые напоминали мне кошку или маленького ребенка», – сказал Прико. «Я заметил какое-то милое животное, идущее ко мне. Сначала он напомнил мне собаку, но довольно быстро я понял, что это был маленький лось, который пытался мне что-то сказать». Лосенок был там совсем один. Не желая усугублять страдания животного, Прико решил сесть в надежде, что лосенок вернется к своей матери, где бы она ни была. «Он медленно подошел ко мне», – сказал Прико. Сначала он был довольно застенчив, но в конце концов решил, что я заслуживаю доверия, и подошел ко мне очень близко. Прико опешил, но потом лосенок пошел еще на шаг ближе. «Он даже пытался найти что-то под моей подмышкой», – сказал Прико. Он мог подумать, что у меня молочные железы. Лосенок, казалось, быстро посчитал солдата своей матерью. «Я позвонил в наш ветеринарный кабинет и сообщил, что произошло», – сказал Прико. «Я хотел сделать больше для лосенка и спросил, что мне делать». Прико велели вернуть лосенка туда, где его нашли, и следить за ситуацией. Из отчета Прико на место происшествия был отправлен ветеринар с бутылкой молока, чтобы накормить лося на случай, если его мать не вернется. Прико и его подразделение сделали все возможное, чтобы не беспокоить область в случае, если мать будет напугана. И, конечно же, услышав зов лося ночью, Прико проснулся, чтобы найти лосенку.